Водород по прошествии некоторого времени превращается в людей. Эдвард Роберт Харрисон На протяжении большей части истории человечества, естествоиспытатели и философы верили в существование некой жизненной силы, которая делала возможным появление живых существ, когда в тело вселялось нечто таинственное, называемое душой. Оно внезапно оживало и вело себя как человек. Многие верили в так называемый дуализм, в котором материальное тело сосуществовало с бесплотной душой. Эрвин Шрёдингер, один из пионеров квантовой физики, также проявлял глубокий интерес к загадке происхождения жизни. Он задавался вопросом, может ли квантовая механика помочь раскрыть тайну жизни, полагая, что квантовая революция способна предложить ключ к разгадке этой древнейшей тайны. Шрёдингер предполагал, что секрет жизни кроется не в существовании сверхъестественной жизненной силы, а в особой молекуле, подчиняющейся законам квантовой механики. Он стремился исключить понятие жизненной силы из биологии, подобно тому, как Эйнштейн изгнал эфир из физики. В 1944 году Шрёдингер написал книгу «Что такое жизнь», в которой предложил использовать квантовую механику для ответа на вопрос о происхождении всего живого. Он утверждал, что генетический код передается от поколения к поколению через некий набор молекул в клетках. Вообще, в 1940-х годах знания в области молекулярной биологии были, ну, мягко говоря, ограничены. Но книга Шрёдингера вдохновила ученых Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика на поиски этой ключевой молекулы. Они осознавали, что из-за ничтожных размеров молекул увидеть хотя бы одну из них невозможно. Дело в том, что длина волны видимого света намного превышает размер молекулы. Но у них имелся прорывной на тот момент квантовый инструмент — рентгеновская кристаллография. Длина волны рентгеновского излучения сравнима с размерами молекул. Поэтому при попадании рентгеновских лучей на кристалл органического вещества они должны рассеиваться, предоставляя информацию об атомной структуре кристалла. Разные молекулы дают разные рентгеновские узоры или рентгенограммы. Квалифицированный специалист по квантовой физике, взглянув на рентгенограмму, может сделать вывод о структуре молекулы. Так что, хотя саму молекулу видеть невозможно, расшифровать ее структуру ученым середины 20 века оказалось вполне по силам. Квантовая механика — самая точная область человеческих знаний, оказалась способна определить, под каким углом расположены атомы, образующие молекулы. Затем, подобно ребенку, играющему с конструктором лего, можно составить атом за атомом нужные цепочки, правильно соединить их и воспроизвести реальную структуру сложной молекулы. Уотсон и Крик поняли, что одним из главных компонентов ядра клетки является молекула ДНК, так что именно эта молекула стала их главной целью. Проанализировав рентгенограммы, сделанные Розалиндой Франклин, они пришли к выводу, что структура молекулы ДНК представляет собой двойную спираль. В одной из важнейших научных работ, опубликованных в 20 веке, Уотсон и Крик полностью расшифровали код жизни, структуру молекулы ДНК. Это был шедевр. Они убедительно продемонстрировали, что фундаментальный процесс, присущий всему живому, размножение, может быть воспроизведен на молекулярном уровне. Оказалось, что жизнь зашифрована в нитях ДНК, которые можно обнаружить в любой клетке. Этот прорыв дал ученым шанс реализовать сокровенную мечту к биологии – проект «Геном человека», результатом которого стала возможность получить полное атомное описание ДНК любого человека. Как предсказывал в 19 веке Чарльз Дарвин, теперь ученые получили возможность построить древо жизни на Земле, где каждое живое существо и каждая окаменелость должны занять свое место на одной из ветвей. Окей, более 80 лет назад Шрёдингер, невероятно проницательный ученый своего времени, предположил, что жизнь базируется на материальном носителе – молекуле-репликаторе, которая запускает процесс эволюции, начиная от примитивных организмов, как инфузория туфелька, до развитых приматов, стремящихся к колонизации Луны и Марса. Но что если рассмотреть глубже? Что составляет суть и смысл жизни? Вирусы, клеточные автоматы, искусственный интеллект – это все формы жизни? Я думаю, каждый из нас согласится, что вопрос «что такое жизнь?» крайне важен и требует глубокого осмысления. Нам всем не помешает разобраться, а где в химии вообще можно усмотреть эволюцию? Есть атомы, соединяющиеся в молекулы, например, водород. Как, или даже интереснее, почему водород превращается в жизнь? С давних времен и до 19 века было общепринято мнением, что существует два разных типа материи во Вселенной – живая и неживая, с фундаментально различными физическими свойствами. Рассмотрим живой организм, например, росомаху. Ее фотография в некоторой степени похожа на живую настоящую росомаху. Точно так же на нее похожи некоторые неживые объекты, например, мертвая росомаха или мягкая игрушка. Но только живая материя может погнаться за вами в лесу, и сколько бы вы ни метали среди деревьев, набрасываться на вас и пытаться превратить в обед. Ну, если вы олень. Неживые предметы никогда не делают ничего столь целенаправленного. По крайней мере, так думали люди древности. Они же никогда не видели самонаводящихся ракет. Эрвин Шрёдингер в своей книге так формулирует ключевую особенность жизни. Именно в силу того, что организм избегает быстрого перехода в инертное состояние равновесия, он и кажется столь загадочным. Настолько загадочным, что с древнейших времен человеческая мысль допускала, будто в организме действует какая-то специфическая, нефизическая, сверхъестественная сила. Некоторые придерживаются этого мнения и до сих пор. Для Аристотеля и других древних философов ключевой характеристикой живой материи была ее способность самопроизвольно инициировать движение, в то время как неживая материя, такая как камень, остается неподвижной без внешнего воздействия. Мы, люди 21 века, понимаем, что такие представления не верны. Возьмем для примера другого жителя леса, медведя, впадающего в спячку на несколько зимних месяцев. Процессы, пробуждающие его из спячки, вызваны электрохимическими реакциями, которые могут быть спровоцированы как внешними факторами, так и внутренними биологическими часами. Таким образом, живые существа никогда не находятся в полном покое, а неживые объекты, такие как ядра урана, могут оставаться неизменными в течение миллиардов лет, а потом, без всякого внешнего воздействия, внезапно распасться. Это свидетельствует о том, что первоначальные представления Аристотеля устарели, однако он верно уловил одну очень важную вещь. Пытаясь связать жизнь с какой-нибудь базовой физической концепцией, хотя и ошибочно выбрав на эту роль движение, он признал, что жизнь — это фундаментальное явление природы. Но что значит фундаментальное? Если вся материя, живая и неживая, состоит из одних и тех же атомов, то что уникальному в явлении под названием «жизнь»? Хокинг, например, в одном из интервью говорил, что человеческая раса — это всего лишь химическая грязь на средних размерах планете, обращающаяся вокруг самой обычной звезды на окраине одной из сотен миллиардов галактик. Это цитата, если что. Дэвид Дойч в своей книге «Структура реальности» определяет фундаментальность явления степенью, когда от понимания этого явления в значительной мере зависит понимание всей Вселенной. Разные люди считают разные аспекты мира фундаментальными. Одни говорят, что любовь — это самое фундаментальное явление в мире. Другие уверены, что когда человек выучит наизусть священное писание, то он поймет все, что стоит понять. Понимание, о котором говорит Дойч, выражается в законах физики, в принципах логики и философии. Оно обладает большей общностью и объясняет явления лучше с меньшим количеством необъясненных допущений. Другими словами, самые фундаментальные явления входят в объяснение всех других явлений, но сами они объясняются лишь с помощью основных законов и принципов. Некоторые фундаментальные явления, такие как гравитация, имеют значительные физические проявления, понятные каждому человеку, в то время как другие, например, квантовая интерференция, менее заметны, но все так же фундаментальны. Аристотель ошибочно полагал, что жизнь фундаментальна из-за особых магических свойств живой материи. Он думал, что биосфера Земли является основной частью Вселенной. Однако научные революции и открытия физики и астрономии показали не только, что Вселенная огромна по сравнению с Землей, но и то, что она с огромной точностью описывается всеобъемлющими законами, которые вообще не упоминают о жизни. Теория эволюции Дарвина и открытия в области биологии демонстрируют, что для понимания жизни не требуется какой-то особенной физики. В современных школах статус биологии полностью отличается от того, как его видел Аристотель. Жизнь перестали рассматривать как фундаментальное явление. И само понятие изучения природы, в смысле биологии, стало устаревшим. По сути, природа с фундаментальной точки зрения означала физику. Она имеет ответвление, химию, которая изучает взаимодействие атомов. Химия имеет свое ответвление, органическую химию, изучающую свойства углеродных соединений. Органическая химия, в свою очередь, ведет к биологии, изучающей химические процессы, которые мы называем жизнью. Это далеко от физики ответвления интересует нас лишь потому, что мы сами являемся таким процессом. При этом верховенство физики кажется самоочевидным, поскольку вся вселенная, включая жизнь, подчиняется ее законам. Биология как эмерджентное свойство физики. Да, об этом написано немало книг, но гораздо реже встречается объяснение, а почему, собственно, существует жизнь. Репликация — это сама цель или следствие некоего более фундаментального принципа? Общий искусственный интеллект, AGI, о котором сейчас все говорят, — это жизнь? И если гигантские матрицы и тензоры чисел с плавающей забитой — это жизнь, то почему и в соответствии с какими критериями? Как ни странно, мне кажется, у меня получилось в этом ролике ответить на эти и другие вопросы. За основу я брал структуру реальности Дэвида Дойча, жизнь 3.0 Макса Тегмарка и что такое жизнь Эрвина Шрёдингера. И своей целью ставил раскрыть тему так, чтобы у вас после просмотра сложилась цельная картинка и был вполне конкретный ответ на вопрос «В чем смысл жизни?» А что насчет понятия жизни в цифровой среде? Мне очень интересна эта тема, например, в контексте клеточных автоматов. Игра «Жизнь», созданная математиком Джоном Конвоем, является классическим примером клеточного автомата. Эта игра показывает, как из простых правил могут возникать удивительные и сложные структуры. Каждая клетка в этой игре имеет два состояния — живая или мертвая, и ее будущее определяется состоянием соседних клеток. Этот простой набор правил приводит к поразительному разнообразию форм и паттернов. Интересно, что игра «Жизнь» считается тьюринг-полной, что означает ее способность имитировать логику любой компьютерной программы или алгоритма. Другими словами, в ней может быть построен компьютер, и выглядит он, например, так. Это делает ее не просто игрой, а мощным инструментом для моделирования и понимания сложных систем. Игра «Жизнь» предлагает свой уникальный взгляд на то, как маленькая, кажущаяся простой системы правил может порождать чрезвычайную сложность и разнообразие. Это похоже на программирование на языке Java, которое используется для создания масштабных и сложных систем. Да всю игру «Жизнь» можно написать на Java. Этот гибкий и надежный язык, известный своей универсальностью, является основой многих сложных систем, с которыми мы взаимодействуем каждый день. Netflix, Amazon, Telegram, Google, множество банковских сервисов. Все эти крупные системы, обслуживающие миллионы пользователей, часто работают на Java. Это язык, на котором создается и управляется цифровая жизнь во все ее сложности. Тысячам проектов ежедневно необходима команда Java-разработчиков. Их навыки востребованы в таких ведущих компаниях, как Сбер, Альфа, МТС и Яндекс. Именно поэтому курс Java-разработчика от Cata Academy оказывается таким ценным. В Cata вы освоите не только основы языка, но и способы его применения в реальных проектах. В Cata вы изучаете разработку Java с уникальным конкурентным преимуществом. Вы платите за свое обучение только после того, как найдете работу. Cata Academy действительно гарантирует трудоустройство всем своим студентам в ведущих IT-компаниях Москвы и Петербурга. Статистика говорит сама за себя. Средняя зарплата выпускников курса составляет 221 тысячу рублей всего через год после выпуска. Более того, курс гарантирует выпускникам минимальную зарплату в размере 100 тысяч рублей с первого месяца работы. Все максимально прозрачно. Если студент не справляется с программой, то его отчисляют и платить за курс не нужно. И также, если выпускник не находит работу по специальности с зарплатой минимум в 100 тысяч, он ни за что не платит. Это прямо прописано в договоре. Курс Cata Academy – это больше, чем просто умение кодить. Речь идет об обучении навыков решения сложных задач, работая в команде. Курс нацелен обучить вас всему тому, что превратит вас в профессионала огромной IT-индустрии, перед которым открыты все двери. Помните, ваше образование – это инвестиция в ваше будущее, а Cata Academy создает систему, которая приведет вас туда. Поэтому переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на курс прямо сейчас. В школах часто просят учить наизусть многочисленные характеристики живого. Среди них движение, дыхание, размножение, рост и раздражимость. Эти характеристики не отличаются ясностью, глубиной или хотя бы точностью. Многие даже могут возразить и сказать, что каждый реальный объект обладает раздражимостью. С другой стороны, вирусы, не проявляющие дыхание, роста или самостоятельного движения, являются живыми. Бесплодные люди, не способные к размножению, также считаются живыми. Ошибка Аристотеля и таких учебников заключается в непонимании сути живых существ. Современная биология не определяет жизнь, как какое-то конкретное физическое свойство или материю, отличающую живые существа. Мы больше не ожидаем открытия живой материи, потому что понимаем, что она является такими же атомами, как и все остальное, просто ее основа молекулярная. Суть в том, что существуют молекулы, стимулирующие определенные среды к созданию их копий. Эти молекулы называются репликаторами. Репликатор – это любая сущность, побуждающая среду к ее копированию. Репликаторами могут быть не только биологические объекты или молекулы. Компьютерные вирусы или удачные шутки также являются репликаторами, так как заставляют людей пересказывать их другим. Ричард Докинс ввел термин «мем» для репликаторов, представляющих собой человеческие идеи, такие как шутки. Меня самого интересует тема цифровых репликаторов. Их можно условно сгруппировать по категориям. Например, компьютерные вирусы, такие как трояные черви, социальные репликаторы, вирусные видео, мемы, хэштеги и челленджи, программное обеспечение, скрипты, боты, плагины и образовательные репликаторы, книги, видеокурсы, инфографика и научные работы. В конце видео вы поймете, почему все они способны побуждать среду и их копировать. Вся биологическая жизнь на Земле основана на репликаторах-молекулах, называемых генами. Биология изучает происхождение, структуру и функционирование генов, а также их влияние на другую материю. В большинстве организмов ген представляет собой последовательность молекул, соединенных в цепочку. Эти молекулы аденин, цитозин, гуанин и тимин обычно сокращаются до А, Ц, Г и Т. Сокращенное химическое название цепочки этих молекул это и есть ДНК. Гены, по сути, являются компьютерными программами, описанными в виде последовательности символов А, Ц, Г и Т, которые составляют генетический код. Этот код с небольшими отклонениями единый для всего живого на Земле. Некоторые вирусы используют аналогичный молекулярный язык РНК. В клетках каждого организма имеются специальные структуры, выполняющие роль компьютеров, которые запускают программы, закодированные в генах. Эти программы регулируют процесс синтеза определенных белков из аминокислот в зависимости от внешних условий. Например, комбинация А, Т, Г в генетическом коде указывает на включение аминокислоты метионина в производимый белок. Обычно активация гена происходит в определенных клетках, и ген дает команду на производство соответствующего белка. Примером может служить инсулин, который регулирует уровень сахара в крови позвоночных. Ген инсулина присутствует почти во всех клетках, но активируется только в определенных клетках поджелудочной железы, и только, когда это необходимо. На молекулярном уровне ген способен программировать клеточный компьютер на производство конкретного химического вещества. Гены осуществляют свои репликативные функции, так как эти низкоуровневые химические программы через сложное управление и обратную связь формируют сложные программы высокого уровня. Например, ген инсулина в сочетании с генами, регулирующими его активацию и деактивацию, создает полную программу для контроля уровня сахара в крови. Также существуют гены, содержащие инструкции о том, как и когда они сами должны быть скопированы. Включаются также инструкции, определяющие реакцию организма в целом на различные стимулы. Например, когда и как охотиться, питаться, размножаться, защищаться или избегать опасности. При этом важно понимать, что ген функционирует как репликатор только в определенных условиях. Например, экологическая ниша тараканов включает в себя большую часть земной суши. Все мы знаем, насколько они живучие и адаптивные. При этом, если отправить таракана на Марс, то он очень быстро погибнет, потому что красная планета не является нишей его репликации. Пока. А вот другой пример. Ниша гена инсулина включает среды, где ген находится в ядре клетки, окруженный другими генами. При этом важно, чтобы сама клетка была правильно расположена в здоровом функционирующем организме, находящемся в среде, поддерживающей его жизнь и размножение. При этом, биотехнологические лаборатории, где бактерии генетически модифицируются для копирования гена инсулина, также являются частью его ниши. При этом не каждая копируемая сущность является репликатором. Репликатор стимулирует свою окружающую среду на процесс своего копирования, то есть он самостоятельно влияет на создание своих копий. Если репликатор присутствует, он будет копироваться, но если его заменить другим объектом, даже очень похожим, то этот объект не будет скопирован. Например, ген инсулина инициирует только один маленький этап в сложном процессе своего копирования в рамках общего жизненного цикла организма. Большинство вариантов этого гена не способны заставить клетку произвести химическое вещество, способное заменить инсулин. Если гены инсулина в организме заменить немного другими молекулами, то организм погибнет, не оставив потомства, и эти молекулы не будут скопированы. Основной фактор, определяющий нишу гена, обычно заключается в зависимости его репликации от наличия других генов. Например, репликация гена инсулина росомахи зависит не только от присутствия всех других генов в теле росомахи, но и от наличия генов других организмов в окружающей среде. Росомахи, например, не могут выжить без пищи, а гены, отвечающие за производство этой пищи, присутствуют только в других организмах. Разные виды генов, нуждающиеся во взаимодействии для репликации, обычно сосуществуют в длинных цепочках ДНК внутри организма. Организм это сущность, животное, растение или микроорганизм, которую мы обычно считаем живой. Однако прилагательное живой в отношении самого организма без учета ДНК является в лучшем случае натяжкой. Организм сам по себе не является репликатором, а представляет собой часть среды репликаторов, обычно наиболее важную после всех остальных генов. Оставшаяся часть среды включает в себя территорию существования, которую организм может занимать, например, горную вершину или морское дно, и конкретный образ жизни, например, охотник или фильтратор. В повседневной жизни часто используется термин размножения для описания процессов, происходящих с организмами как один из основных признаков живых существ. Мы склонны думать об организмах как о репликаторах, но это представление некорректно. В действительности организмы не копируют себя в процессе размножения и тем более не стимулируют собственное копирование. Они скорее создаются заново на основе планов и детальных инструкций, закодированных в ДНК родителей. К примеру, если у росомахи изменилась из-за драки с медведем форма носа, то это может повлиять на ее образ жизни и шансы на выживание и размножение, но росомаха с новой формой носа не будет скопирована. Это важный момент, поэтому хочу его разобрать еще на одном примере. Многие люди в будущем хотят установить себе чип с интерфейсом мозг-компьютер, чтобы запоминать больше информации и быстрее решать задачи. Такой чип это нечто новое и необычное для тела. Он полезен и предположительно увеличит шансы на выживание и размножение, но он не является частью того, что делает человека живым существом. Тело это не гены, а скорее дом, в котором живут эти гены. Как и чип, тело не копирует себя самостоятельно. Это делают гены. Тело с щипом в мозгу не является репликатором, потому что само по себе не создает копии себя. Это просто часть внешней среды, в которой живут и копируются настоящие репликаторы. Гены. Теперь давайте обратимся к вопросу о том, является ли жизнь фундаментальным явлением природы. Сегодня крайне распространено редукционистское предположение о том, что эмерджентные явления, такие как жизнь, не могут быть более фундаментальными, чем физические явления. Жизнь кажется лишь второстепенным элементом длинной цепочки побочных эффектов, где предсказания биологии в теории можно свести к предсказаниям физики. Великие объяснительные теории, такие как теория Дарвина и современная биохимия, являются редуктивными. Живые молекулы, гены, подчиняются тем же законам физики и химии, что и неживые молекулы. Эти свойства живого являются производными, и поэтому трудно понять, как жизнь может быть фундаментальным явлением природы. И действительно, астрономические данные со всех телескопов указывают на то, что Земля является единственным местом во Вселенной, где присутствует жизнь. У нас нет информации о существовании жизни в других местах, и даже если жизнь в космосе существует широко, то ее проявления настолько малы, что они не воспринимаются нами. Вне Земли мы наблюдаем динамичную Вселенную, наполненную различными мощными процессами, но не связанными с жизнью. Галактики вращаются, звезды образуются, горят, взрываются и схлопываются в черные дыры. Различные волны и частицы распространяются во все стороны. При этом кажется, что наличие жизни не играет существенной роли в этих масштабных процессах. Если бы огромное солнечное извержение уничтожило Землю, это было бы незначительным событием для астрофизики, и наше существование или его отсутствие не оказало бы влияния на Солнце. Наша биосфера, если рассматривать ее массу или энергию, является крошечной частью даже Земли. В астрономии принято считать, что Солнечная система состоит из Солнца и Юпитера, а все остальное, включая Землю, является лишь незначительной примесью, химической грязью. Солнечная система, в свою очередь, составляет лишь незначительную часть Млечного Пути, который сам по себе не является чем-то выдающимся среди триллионов галактик. Другими словами, жизнь не занимает центрального места ни в геометрическом, ни в теоретическом, ни в практическом плане, является почти незаметной. В этом контексте биология имеет такой же статус, как и география. Например, карта токийского метро важна для туристов, но не имеет значения для тех, кто туда никогда не поедет. Аналогично, жизнь кажется важной только в определенной части Вселенной или, возможно, в нескольких таких частях, но не имеет теоретической или практической значимости в более широком масштабе. Однако такой взгляд ошибочен. Неверно утверждать, что жизнь не имеет значительных физических проявлений или теоретических последствий. Как мы уже поняли, все, что имеет фундаментальную значимость относительно явления жизни, определяется этим свойством, а не репликацией самой по себе. Это позволяет нам расширить обсуждение за рамки обычных репликаторов. Например, мы можем представить себе вид, гены которого не способны к репликации, но адаптированы к поддержанию своей неизменной физической формы за счет защиты от внешних воздействий. Такой вид вряд ли появится естественным путем, но его можно создать искусственно. Адаптация таких нерепликативных генов определяется степенью их вклада в собственное выживание. Давайте представим себе вид с генами, закодированными в узорах в кристаллах кварца. Обычный кварц может выживать в течение долгих географических эр в разных условиях, но его форма не адаптирована к выживанию. Если гены нашего гипотетического вида в кварце заставят его защищать свою поверхность от коррозии, других организмов или людей, стремящихся превратить его в драгоценный камень, то это будет истинной адаптацией к конкретным условиям среды. Дэвид Дойч пишет, как только остановится производство этих искусственных организмов, число примеров каждого нерепликантного гена уже не сможет увеличиться. Но оно и не уменьшится, пока знания, которые содержат эти гены, будет достаточным для осуществления стратегии выживания этих генов в занимаемой ими ниша. В конце концов, достаточно крупная перемена в среде обитания или истощения, вызванная несчастными случаями, может стереть этот вид с лица Земли, но он может сохраняться так же долго, как и множество видов, возникающих естественным путем. Гены таких видов обладают всеми свойствами реальных генов, кроме репликации. В частности, они содержат знания, необходимые для сохранения их организмов в полной аналогии с настоящими генами. Таким образом, общей особенностью для репликантных и нерепликантных генов является выживание знания, а не обязательного гена или какого-то другого физического объекта. Поэтому, строго говоря, к нише адаптируется или не адаптируется какая-то часть знания, а не физический объект. В рамках адаптации к среде знание, оказавшееся в определенной экологической нише, стремится остаться в ней. Это свойство знания проявляется, например, в поведении репликаторов, чьи физические носители непрерывно обновляются. Так, например, знание в виде закодированной информации может успешно передаваться со старой виниловой пластинки на магнитную ленту, затем на компанк-диск, оттуда на жесткий диск компьютера и в облако. Так выглядит семейный сборник произведений известного грузинского композитора Георгия Цабадзе. Выглядит, на мой взгляд, чудесно. Но как воспроизвести все это в 2024 году? Не так-то просто. Можно вообразить искусственный живой организм с нерепликантной основой, который поступал бы аналогично, копируя знания себе на наиболее надежные доступные носители. Возможно, в будущем так поступим и мы или наши потомки, оцифровав свое сознание. Таким образом, мы подходим к пониманию фундаментальности жизни. Жизнь заключается в физическом воплощении знания, что напоминает нам о принципе Тьюринга. Этот принцип утверждает, что законы физики могут воплощаться в любой физически возможной среде через программы виртуальной реальности. Гены являются примером таких программ, как и любые другие программы, физически существующие или которые когда-либо будут созданы. Программы, выполняемые нашими компьютерами или мозгом, являются косвенными проявлениями человеческой жизни. Так, жизнь представляется необходимым средством для воплощения эффектов, описываемых принципом Тьюринга. Однако этого еще недостаточно для признания жизни фундаментальным явлением. Необходимо установить, что сам принцип Тьюринга является фундаментальным законом. Вы, например, можете возразить и сказать, что знание это лишь антропоцентричное понятие, важное для Homo sapiens и других приматов, зависящих от применения знания, но не имеющие абсолютной значимости. Так, для коалы важен эвкалипт, а для Homo sapiens знание. Но такой скептицизм был бы ошибочен. Знание важно не только для Homo sapiens и не только на Земле. Физическое влияние сущности не является определяющим фактором ее фундаментальности в природе, хотя это и значимый аспект. Рассмотрим астрофизические последствия знания. Теория звездной эволюции, описывающая строение и развитие звезд, является одним из важнейших достижений науки. Еще предполагали, что Солнце не могло светить более 100 миллионов лет. Однако геологические и палеонтологические свидетельства указывали на гораздо более длительное существование как Земли, так и соответственно Солнца. Вот доказательства. У меня в руке фрагмент окаменелого дерева. Результат процесса петрификации, при котором органические материалы растения, в данном случае древесины, со временем заменились минералами, вероятно кремнеземом, при этом сохранив исходную структуру дерева. Фрагмент своими острыми гранями напоминает опал, то есть частный случай петрификации. А вот это аммонит, ископаемая моллюска, относящаяся к классу головоногих. Аммониты процветали в морских экосистемах, пока не вымерли вместе с динозаврами около 65 миллионов лет назад. Этот конкретный экземпляр отличается характерной спиральной формы раковины, разделенной на камеры. Оранжевый цвет свидетельствует о содержании оксидов железа, что указывает на то, что там была какая-то органика. С открытием ядерной физики и ее применением к изучению звезд мы разобрались в причинах того, почему светит Солнце. Ответ достаточно прост. Солнце светит потому, что в результате сжатия ядер водорода при очень высоких температурах часть их массы превращается в энергию. Современная теория звездной эволюции, подтвержденная данными с разных телескопов, позволяет нам понять структуру звезд, их температуру, цвет, светимость, диаметр на разных этапах существования, а также элементы, создаваемые в процессе ядерных реакций. Эта теория позволяет нам предвидеть дальнейшие этапы развития Солнца. По ее прогнозам, Солнце продолжит излучать свет сравнительно стабильно еще около 5 миллиардов лет, после чего оно расширится примерно в 100 раз относительно своего нынешнего размера и превратится в красного гиганта. Затем внешняя оболочка Солнца рассеется в окружающем пространстве, образовав планетарную туманность. Оголившееся ядро станет постепенно остывающим белым карликом, а через десятки миллиардов лет остынет настолько, что не будет давать видимого излучения и станет черным карликом. Однако возникает вопрос, действительно ли все это произойдет с Солнцем? Существуют ли звезды с аналогичной массой и составом, которые уже достигли стадии красного гиганта, как это предсказывает теория? И может ли химическая грязь на небольших планетах, вращающихся вокруг этих звезд, повлиять на ход ядерных и гравитационных процессов в звездах, которые обладают намного большей массой и энергией? Если Солнце действительно превратится в красного гиганта, то это приведет к уничтожению Земли. Если к тому времени на Земле еще будут существовать наши потомки, физически или интеллектуально, они, вероятно, захотят предотвратить это. Они будут прилагать все усилия для предотвращения этого сценария. Можем ли мы быть уверены, что они не смогут что-либо предпринять? Уровень современных технологий не способен справиться с такой задачей. Но ни современная теория звездной эволюции, ни в целом астрофизика не дают основания считать, что задача невыполнима. Например, мы уже имеем общее представление о том, что необходимо для ее решения. Это удаление материи Солнца. У нас есть несколько миллиардов лет на совершенствование наших предсказательных моделей и поиск решений. Если наши потомки смогут таким образом спасти себя, то наша современная теория звездной эволюции в отношении Солнца окажется абсолютно неверной. Причина этого кроется в том, что теория не учитывает влияние жизни на звездную эволюцию. Она учитывает основные физические эффекты, такие как ядерные и электромагнитные силы, гравитацию, гидростатическое и радиационное давление, но не учитывает влияние жизни. Похоже, что знание, необходимое для управления Солнцем, не смогло бы развиться только путем естественного отбора. Поэтому именно от присутствия разумной жизни зависит будущее Солнца. Конечно, есть куча скептиков, которые засмеются над идеей о том, что разум выживет на Земле на протяжении миллиардов лет. Вот это классическое. Ученые даже прогноз погоды предсказать не могут. Некоторые современные точки зрения предполагают, что разумная жизнь на Земле уже сейчас находится под угрозой самоуничтожения, будь то из-за ядерной войны или в результате побочных эффектов технического прогресса или научных исследований. Многие люди считают, что выживание разумной жизни на Земле возможно только при подавлении технического прогресса. Дэвид Дойч убежден, что такой пессимистичный взгляд на будущее ошибочен. Он пишет «Вероятно, мы не можем предвидеть ни технологию, ни их намерения. Возможно, они захотят спастись, покинув Солнечную систему или охлаждая Землю или одним из множества других непостижимых для нас методов, которые включают манипуляции Солнцем. С другой стороны, они могут захотеть управлять Солнцем задолго до того, когда понадобится предотвратить его переход в фазу Красного Гиганта, например, чтобы эффективнее использовать его энергию или чтобы добывать из него сырье для расширения своего жизненного пространства. Однако тезис, который я здесь доказываю, зависит не от нашей способности предсказывать то, что произойдет, а лишь от предположения, что будущее событие зависит от того знания, которым будут обладать наши потомки, и от того, как они его применят. Следовательно, нельзя предсказать будущее Солнца, не учитывая будущее жизни на Земле и, в частности, будущее знания. Состояние Солнца через 10 миллиардов лет будет определяться гравитацией, радиационным давлением, конвекцией и нуклеосинтезом. Оно не зависит от геологии Венеры, химии Юпитера или от рисунка кратеров на Луне, но зависит от того, что произойдет с разумной жизнью на Земле, от политики, экономики и результата войн, от действий людей, их решений, поставленных задач, выбранных ценностей и поведения по отношению к детям. Таким образом, рассуждения на основе такой теории подразумевают признание необходимости включения теорий о развитии жизни в астрофизические прогнозы. Однако, даже если усилия человечества по выживанию в конце концов окажутся безуспешными, применима ли это пессимистичная теория ко всему внеземному разуму во Вселенной? Если разумная жизнь в какой-либо галактике сможет выжить миллиарды лет, это будет означать, что жизнь имеет значительное влияние на общее физическое развитие Вселенной. В нашей галактике и в целом во Вселенной эволюция звезд зависит от того, развилась ли в ней разумная жизнь и где это произошло. Мы можем делать приблизительные предположения о пропорции звезд разных спектральных классов галактики, предполагая наличие или отсутствие разумной жизни. В настоящее время наши наблюдения указывают на отсутствие разумной жизни за пределами Солнечной системы. Когда наши теории о строении галактики станут более совершенными, мы сможем делать более точные предсказания, опираясь на предположения о распределении и поведении разума в галактике. Если эти предположения окажутся неверными, то и наши предсказания о распределении спектральных классов также будут неверными, почти так же, как если бы мы ошибались относительно состава межзвездного газа или массы атома водорода. Другими словами, аномалии в распределении спектральных классов могут служить признаком существования внеземного разума. Этакая техносигнатура. Астрофизические последствия продолжительного существования жизни после того, как Солнце станет красным гигантом, были изучены космологами Джоном Барроу и Фрэнком Типлером. Исследования показали, что жизнь в долгосрочной перспективе способна внести значительные изменения в структуру галактики и в конечном итоге всей Вселенной. Таким образом, любая теория, описывающая структуру Вселенной на всех ее стадиях, за исключением самых ранних, должна учитывать влияние жизни. Нельзя игнорировать тот факт, что будущая история Вселенной зависит от будущей истории знания. Астрология всегда утверждала, что космические события оказывают влияние на человеческую жизнь. Теперь же мы приходим к пониманию, что действия людей также влияют на космические события. Мы должны задуматься, в какой момент начали недооценивать физическое влияние жизни на Вселенную. Это произошло из-за нашего ограниченного взгляда на мир. Интересно, что древние цивилизации, несмотря на еще более узкий взгляд, не допускали такой ошибки. В нашем восприятии Вселенной, как мы ее видим сегодня, жизнь не оказала заметного астрофизического влияния. Однако через телескопы мы видим только прошлое. Чем дальше мы заглядываем во Вселенную, тем дальше в прошлое мы смотрим, и тем меньше деталей можем разглядеть. Но даже все прошлое это лишь малая часть физической реальности. Между настоящим моментом и тепловой смертью Вселенной огромное, гигантское количество времени. Лоуренс Краус, Брайан Грин и другие физики говорят, что согласно современным космологическим моделям пройдут еще десятки триллионов лет, прежде чем энтропия возьмет свое. Применяя наши лучшие теории к будущему звезд, галактик и Вселенной в целом, мы видим огромное поле для влияния жизни, которое она может в конечном счете захватить, так же, как сейчас она доминирует в биосфере Земли. К слову, биосфера уже демонстрирует множество примеров. В третьем веке до нашей эры общая масса человечества составляла около 10 миллионов тонн. Исходя из этого, можно было бы предположить, что присутствие или отсутствие людей в то время мало влияло на физические процессы, управляющие значительными массами. Однако именно тогда была построена Великая Китайская Стена, масса которой достигает примерно 300 миллионов тонн. Перемещение миллионов тонн камня является типичной деятельностью для людей. Сегодня для создания тоннеля, в процессе которого перемещается миллион тонн породы, требуется всего несколько десятков человек. Просто сравните массу перемещенной породы с массой той малой части мозга инженера и всех причастных к строительству. У человеческой расы уже в целом есть достаточно знаний для разрушения целых планет, если это кажется необходимым для выживания. Даже неразумная жизнь оказала существенное влияние на трансформацию вещества земной поверхности и атмосферы. Например, весь кислород в атмосфере Земли примерно 1000 триллионов тонн является результатом работы растений, то есть является следствием репликации генов молекул, произошедших от одной предковой молекулы. Влияние жизни происходит не из-за ее больших размеров, массы или энергии по сравнению с другими физическими процессами, а благодаря наличию у нее большего количества знаний. По масштабу своего воздействия знание является не менее важным, чем любой другой физический параметр. Но что вообще такое разум? Если он является биологическим воплощением знания внешней среде, то в чем его цель? Есть ли нечто, куда стремится любой разум? Ведь знание и информация среде это очень конкретное определение разума и в целом жизни. Значит, есть и такой же конкретный понятный путь, куда стремится любая жизнь во вселенной. Эрвин Шрёдингер в своей книге дает, на мой взгляд, одно из самых интересных и конкретных определений понятию жизнь, отмечая, что существующая упорядоченность проявляет способность поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления. Он пишет, живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию или, говоря иначе, производит положительную энтропию и таким образом приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, которая представляет собой смерть. Он может избегнуть этого состояния, то есть оставаться живым, только путем постоянного извлечения из окружающей его среды отрицательной энтропии. Непрерывно увеличивает свою энтропию. Это вообще как? Представьте, что у вас дома есть коробка с разноцветными мячиками, которые сначала разделены. Красные мячики на одной стороне, а синие на другой. Если потрясти коробку, то они перемешаются. Вначале у нас был порядок, красный отдельно и синий отдельно, но потом стал беспорядок, когда все перемешались. Энтропия это способ измерения беспорядка или хаоса. В нашем примере с мячиками, когда они все перемешаны, энтропия высокая, потому что есть много способов, как шарики могут быть расположены. Когда же они разделены по цветам, то энтропия низкая, потому что в таком случае мало способов, как они могут быть расположены. Также можно думать об энтропии как о способе измерения, насколько непредсказуемо что-то распределено или насколько трудно угадать, как оно выглядит. Например, если комната аккуратно убрана, то в ней низкая энтропия, потому что все легко найти и предсказуемо. Но если в комнате бардак, то энтропия высока, потому что трудно в ней что-либо найти. Энтропию, то есть вполне конкретную физическую величину, природа неизменно старается максимизировать. Второй закон термодинамики утверждает, что энтропии свойственно увеличиваться до тех пор, пока она не достигнет максимально возможного значения. Если забыть на время о наличии сил тяжести, то конечная стадия всего, когда максимальный беспорядок повсеместно достигнут, называется тепловой смертью вселенной. Это означает, что все обретает безупречное однообразие, без сложности, без жизни и без изменений. Когда вы, например, наливаете холодные сливки в горячий кофе, то ваш напиток начинает безудержно стремиться к своей собственной тепловой смерти и вскоре превращается в однородную теплую жидкость. При смерти живого организма энтропия в нем также возрастает, потому что организованность его частиц стремительно снижается. Стремление природы увеличить энтропию объясняет, почему время имеет определенное направление, заставляя фильмы выглядеть нереалистично, если просматривать их задом наперед. Если вы уроните бокал вина, вы ожидаете, что он разлетится в дребезге, ударившись о пол, и тем самым увеличит глобальный хаос. Если же вы увидите, как он собирается и летит назад в руку, уменьшая при этом энтропию, то, скорее всего, вы решите больше из него не пить, посчитав, что вам на сегодня хватит. Когда я впервые обдумал и осознал, что мы неизбежно движемся к тепловой смерти вселенной, это вызвало у меня сильную грусть. И я, разумеется, не одинок в этом чувстве. Один из основателей термодинамики, лорд Келлен, писал в 1841 году, что в результате все неизбежно придет в состояние всеобъемлющего покоя и смерти. Трудно успокаивать себя мыслью о том, что финальная цель природы – это господство смерти и простоты. Однако последние исследования показывают, что ситуация не такая ужасная. В первую очередь, гравитация действует не так, как другие силы, и она стремится сделать нашу вселенную не монотонной и скучной, а все более разнообразной и захватывающей. Благодаря гравитации наша изначально однородная ранняя вселенная превратилась в современный красивый и сложный космос, полный галактик, звезд и планет. Именно гравитация обеспечивает огромное разнообразие температур во вселенной, что позволяет жизни процветать в условиях между жарким и холодным. Мы живем на теплой, уютной планете, которая сначала поглощает энергию Солнца, нагретого до 6000 градусов Цельсия, а затем излучает ее обратно в холодное космическое пространство, температура которого почти совпадает с абсолютным нулем. Недавние исследования физика Джереми Ингланда из Массачусетского технологического института и его соавторов принесли обнадеживающие новости – термодинамика в природе находит более вдохновляющие цели, нежели тепловая смерть. Эти цели описываются страшным термином «диссипативно направленная адаптация», что означает стремление случайно сформированных групп частиц к самоорганизации, таким образом, чтобы эффективнее использовать энергию из окружающей среды. Например, группа молекул, подвергнутая воздействию солнечного света, со временем начнет перестраиваться так, чтобы лучше поглощать солнечную энергию. Другими словами, кажется, что природа тяготеет к созданию самоорганизующихся систем, которые со временем все больше и больше напоминают жизнь, и эта тенденция заложена в основе физических законов. Но как мы можем увязать это космическое стремление к жизни с космическим стремлением к тепловой смерти? Ответ можно найти в книге Эрвина Шрёдингера. Он указал на то, что живая система поддерживает свою энтропию на постоянном уровне, или даже сокращает ее за счет увеличения энтропии вокруг себя. И в этом отличительная черта живых систем. Другими словами, второй закон термодинамики имеет лазейку. Хотя всеобщая энтропия должна увеличиваться, в некоторых местах разрешается ее сокращать при условии, что в целом она увеличивается. Так, жизнь поддерживает или увеличивает свою сложность за счет создания хаоса вокруг себя. Таким образом, происхождение целенаправленного поведения можно отследить в законах физики, из-за которых, кажется, даже у элементарных частиц есть цель вести себя таким образом, чтобы выжимать энергию из окружающей среды наиболее эффективно. Один из лучших способов – это делать копии самих себя, производя побольше поглотителей энергии. Есть много примеров такой самой репликации, возникающей естественно. Например, вихри в турбулентном потоке создают свои копии, а кластеры микросхем могут вызвать образование подобных кластеров в соседних сферах. В определенный момент частицы научились так эффективно копировать себя, что этот процесс стал фактически бесконечным, используя энергию, материалы из окружающей среды. Этот процесс самоорганизации частиц мы и называем жизнью. Хотя мы и не знаем многое происхождение жизни на Земле, мы уверены, что примитивные формы существовали здесь уже 4 миллиарда лет назад. Если жизнь продолжает создавать копии самой себя, и эти копии также делают то же самое, то их общее количество будет удваиваться через равные промежутки времени, пока популяция не достигнет предела из-за ограниченности ресурсов или других проблем. Этот процесс удвоения быстро достигает огромных чисел. Начав с одного и удвоив его всего 300 раз, мы получим число, превышающее количество атомов в нашей Вселенной. Это означает, что вскоре после появления первых форм жизни огромное количество материи стало живым. Не все копирование проходило успешно, поэтому появилось множество разных форм жизни, конкурирующих за одни и те же ограниченные ресурсы, что привело к началу дарвиновской эволюции. Если бы вы могли наблюдать за Землей в период зарождения жизни, вы бы заметили значительные изменения в целенаправленном поведении частиц. Ранние частицы, казалось, стремились максимизировать хаос. Но теперь эти повсеместные самокопирующиеся частицы преследовали другую цель. Не диссипацию, а репликацию. Чарльз Дарвин элегантно объяснил, почему так происходит. Те формы, которые наиболее эффективно копировали себя, обгоняли остальные и доминировали над ними. Так что вскоре любая случайно возникшая форма жизни начинала выглядеть так, как будто ее оптимизация была целью всех предыдущих репликаций. Но как могла измениться цель с диссипацией, то есть распада, на репликацию, если физические законы остались неизменными? Ответ в том, что первоначальная цель, диссипация, не изменилась, но привела к появлению другой цели, служащей средством достижения первоначальной. Примером может служить утоление голода. Кажется, что у каждого из нас есть цель утолить голод, хотя основной задачей эволюции является репликация, а не просто поглощение пищи. Это потому, что питание способствует репликации, так как голода не ведет к отсутствию потомства. Таким же образом репликация ведет к диссипации, так как планета, на которой бурлит жизнь, поглощает больше энергии. Так что в некотором смысле вселенная создала жизнь для ускорения достижения тепловой смерти. Если у вас просыплется сахар на кухне, он может лежать там годами, сохраняя свою полезную химическую энергию. Но если там появятся муравьи, они уничтожат эту энергию за несколько минут. Также и запасы нефти в недрах земли могли бы сохранять свою энергию намного дольше, если бы человечество не выкачивало их и не сжигало. Среди современных высокоразвитых обитателей земли эти вспомогательные цели, похоже, приобрели собственную значимость. Хотя эволюция оптимизировала их для достижения саморепликации, многие из них тратят большую часть времени не на размножение, а на сон, прием пищи, игру фортнайт, строительство домов, защиту своих прав, ведение войн или помощь другим, часто в ущерб размножению. Исследования в области эволюционной психологии, экономики, искусственного интеллекта помогают понять, почему это происходит. Некоторые экономисты разрабатывали модели, в которых люди выступали как рациональные агенты, идеализированные существа, способные всегда принимать оптимальные решения и следовать кратчайшим путем к цели. Однако очевидно, что такие модели далеки от реальности. На практике у этих агентов есть ограничения, о которых говорил нобелевский лауреат Герберт Саймон, называя это рациональностью, ограниченной недостаточностью ресурсов. Это означает, что решения агентов ограничены неполной информацией, нехваткой времени для принятия решений и ограниченными возможностями их мозга. Это говорит о том, что хотя дарвиновская эволюция стремится оптимизировать организм для достижения цели, лучшее, что она может сделать, это использовать приблизительный алгоритм, который работает, ну, нормально. Шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тегмарк в своей книге «Жизнь 3.0» пишет, «Эволюция оптимизировала размножение именно таким способом. Вместо того, чтобы спрашивать в каждой ситуации, какое действие даст наибольшее количество успешных отпрысков, она применяет солянку из эвристических ударов. Проверенные правила, которые обычно хорошо работают. Для большинства животных это включает сексуальную потребность, утоление жажды по необходимости, утоление голода и стремление избегать всего того, что плохо на вкус и причиняет боль. Эти проверенные правила с треском проваливаются в ситуациях, на которые они не были рассчитаны. Например, когда крысы едят вкусный крысиный яд, когда мухи влипают в липкие ловушки, источающие прекрасное аромат и когда жуки летят на свет свечи». Хорошо, с целями оптимизации людей более-менее понятно, но что насчет искусственного интеллекта? Каковы могут быть его цели и оптимизация? С увеличением интеллектуальных способностей машин становится все более критичным, чтобы их цели и задачи не противоречили нашим. Сегодня создаваемые нами машины пока что весьма ограничены в своих возможностях, но если в ближайшие десятилетия появится искусственный сверхразум, то ситуация изменится. Так как интеллект — это способность достигать поставленных целей, искусственный сверхразум будет гораздо эффективнее в достижении своих целей, чем человек своих, и в результате его цели станут доминирующими. Чтобы быстро ощутить, что значит препятствие со стороны машины, зайдите на ЛИЧЕС или ЧЕСКОМ и попробуйте победить шахматный движок Стокфиш. Вы быстро поймете, что шансов на успех у вас ну просто нет, даже если вы гроссмейстер. И это при том, что Стокфиш, несмотря на свою силу, значительно уступает передовым разработкам в области ИИ, таким как Альфа-Зиру в разработанной компании DeepMind. Альфа-Зиру используют методы машинного обучения и самообучения для создания стратегий, которые лучшие шахматисты мира считают инновационными и нестандартными. Таким образом, если даже один из лучших существующих шахматных движков, каким является Стокфиш, не может справиться с полноценным ИИ, то представьте, насколько более сложной становится задача для человека. Нужно очень четко понимать, что основная угроза искусственного интеллекта заключается не в его потенциальной злобе, а в его способности эффективно достигать своих целей. Если цели сверхразумного искусственного интеллекта будут противоречить нашим, то это создаст проблемы, с которыми человечество еще не сталкивалось. Люди, к примеру, редко задумываются о муравейниках, которые могут быть затоплены при строительстве плотин для гидроэлектростанций. Важно не допустить, чтобы человечество оказалось на месте этих муравьев. Большинство исследователей считают, что при создании сверхразума необходимо обеспечить его дружественность, как выразился один из теоретиков безопасности искусственного интеллекта Элизер Ютковский, то есть сделать так, чтобы его цели не противоречили нашим. Понимание того, как согласовать цели сверхразумного искусственного интеллекта с нашими является, мягко говоря, важной и сложной задачей. На данный момент это остается просто нерешенной проблемой. На тему согласования целей искусственного интеллекта я обязательно сделаю отдельный ролик, но нам сейчас в рамках темы жизни важно понять принципиальную схожесть нас и этого самого ИИ. Да, сейчас его самая прогрессивная форма — это гигантские матрицы тензоры чисел с плавающей запятой. На первый взгляд, где эти матрицы, а где мы? Но посмотрите внимательнее. Хотя мы не можем в точности предсказать, что произойдет после интеллектуального взрыва, физик и исследователь искусственного интеллекта Стив Амахундра в бурно обсуждавшемся эссе 2008 года утверждал, что мы, тем не менее, можем предсказать некоторые аспекты поведения сверхразума, которые практически не зависят от его окончательных целей. Это утверждение было подхвачено и далее развито в книге Ника Бострема «Искусственный интеллект. Этапы, угрозы, стратегия». Основная идея состоит в том, что каковы бы ни были конечные цели, сопутствующие им вспомогательные цели будут предсказуемыми. Упомянутый ранее пример, как из первичной цели размножения формируется вторичная цель утоления голода, демонстрирует, что если бы условный инопланетянин наблюдал за эволюцией бактерий на Земле миллиард лет назад, то он бы не смог точно предсказать конкретные цели человечества, но смог бы с уверенностью предположить, что одной из наших целей будет потребление пищи. Взгляд в будущее предсказывает нам, какие второстепенные цели могут возникнуть у сверхразумного искусственного интеллекта. Приведу еще раз ту цитату из книги Шрёдингера, но уже в полном виде. Что же тогда составляет то драгоценное нечто, содержащееся в нашей пище, что предохраняет нас от смерти? На это легко ответить. Каждый процесс, явление, события, все, что происходит в природе, означает увеличение энтропии в той части мира, где это происходит. Так и живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию, или говоря иначе, производит положительную энтропию и таким образом приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, которая представляет собою смерть. Он может избегнуть этого состояния, то есть оставаться живым, только путем постоянного извлечения из окружающей его среды отрицательной энтропии, которая представляет собой нечто весьма положительное, как мы сейчас увидим. Отрицательная энтропия – вот то, чем организм питается. Или чтобы выразить это менее парадоксально, существенно в метаболизме то, что организму удается освобождать себя от всей той энтропии, которую он вынужден производить, пока он жив. Все модели мира в мозге всех живых существ эволюционируют и усложняются в рамках единого принципа – конкуренции за ресурсы. Так происходило миллиарды лет назад, так и происходит сейчас. Давайте представим, а что такое жизнь, которая в 10 раз живее? А в 100 раз живее? Что там будет происходить? Ответ кажется очевидным. Суперкомпьютер, питающийся энергией. Он суперэффективно умеет управлять ресурсами. Он строит суперточные модели мира и делает это оптимально, потому что разрастается, улучшает себя и поглощает все больше ресурсов. Он достигает целей кратчайшим путем за минимальное количество ресурсов. Это и называют технологической сингулярностью. Во Вселенную встроены законы, что материя сама упорядочивается, чтобы эффективнее поглощать и распределять энергию. Гены – это информация об окружающем мире, жизнь – это агент энтропии. Искусственное сознание, упакованное в коробочку размером с мозг человека, может испытывать в миллионы раз больше переживаний в секунду, чем мы, так как электромагнитные сигналы распространяются со скоростью света, то есть в миллионы раз быстрее, чем распространяются сигналы вдоль нейронов. Однако чем больше искусственный интеллект, тем медленнее должны быть его глобальные мысли, чтобы информации хватило времени достичь каждой из его частей. Поэтому мы ожидаем, что у искусственного интеллекта Гайя размером Землю будет только около 10 осмысленных переживаний в секунду, как у человека. А искусственный интеллект размером с галактику может пронзить лишь одна глобальная мысль в сто тысяч лет. Спасибо за просмотр! Вы можете поддержать выход новых роликов лайком, подпиской, колокольчиком, тем, что нажмете «Поделиться» и отправите ссылку на ролик друзьям. Также вы можете поддержать меня и канал на Патреоне и Бусти. Там я опубликовал серию постов про искусственный интеллект. Например, в одном из них я рассуждаю на тему того, как будет развиваться искусственный интеллект с учетом того, что закон Мура с 2012 года идет с опережением аж в два с половиной раза.